В базе Росстандарта появились сертификационные документы на полноразмерный минивэн GAC-GN8. Пятиметровый минивэн продаётся в Китае с 2017 года. Это ближайший родственник большого кроссовера GS8. Им обоим полагается сочетание двухлитрового турбомотора и шестиступенчатого автомата. Разница в схемах трансмиссии. У паркетника привод может быть передним или полным, а у минивэна только передним. В России сертифицирован семиместный вариант модели. Притом на втором ряду стоит пара раздельных кресел, а на третьем – общий диван. Говорить об оснащении и ценах машин китайской сборки пока рано, но ориентироваться стоит на цену кроссовера. Скорее всего, минивэн будет стоить плюс-минус столько же. Форд представил китайскую версию нового Эксплорера. Специально для Поднебесной кроссоверу переоформили переднюю часть, установив иные бамперы и решётку. В салоне появился огромный планшет медиасистемы, тогда как американскому варианту полагаются тачскрины куда меньшего размера. Ещё одно чисто китайское новшество – базовый мотор объёмом 2 литра. Правда, точная отдача двигателя пока не разглашается. На ступеньку выше расположится другая турбо-четвёрка объёмом побольше. Этот агрегат продаётся и в США, но для Китая мотор дефорсирован. В обеих модификациях заявлены 10-диапазонный автомат и полный привод. Заднеприводные машины на рынке КНР решили не предлагать. Сборкой таких Фордов займётся совместное предприятие Чанянь Форд. Причём благодаря локализации и обнулению пошлин цену модели удалось снизить вдвое. Апрельское мотор-шоу в Пекине оказалось одним из первых мероприятий, которые сорвались из-за эпидемии коронавируса. Но в отличие от европейских и американских организаторов, китайцы сразу заявили, что стремятся не отменить, а перенести автосалон. Место прежнее – Китайский международный выставочный центр. А теперь определены и даты – с 26 сентября по 5 октября этого года. К слову, в это же время автосалон мог бы проходить в Париже, но его уже точно отменили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова